Это подробности недели, специальный выпуск. Я Дмитрий Анопченко. Всю сегодняшнюю ночь мы вместе с вами следим за результатами, за данными социологов, за теми нарушениями, которые могут быть. Мы в прямом эфире. Вот, честное слово, сложно предсказать, что будет в следующую минуту, какие гости появятся, какие включения. В режиме прямого эфира, в режиме реального времени следим вместе с вами за тем, что происходит. Я хочу напомнить в начале часа цифры. На данный момент это цифры социологов, цифры опросов на выходе из избирательных участков, так называемых экзетполов. Так вот, тот экзетпол, который проводился по нашему заказу, свидетельствует, что блок Петра Порошенко получил практически 23,2% голосов, 23,1%. На втором месте, по данным социологов, Народный фронт, 19,7%, партия Самопомощь, 11%, оппозиционный блок, 9,9%, радикальная партия Олега Лешка, 6,6%, партия Свобода, 5,8% и партия Батькивщина, 5,7%. Таковы данные социологов. Я напомню, что буквально через час мы получим данные окончательные, потому что вот это те цифры, которые те, кто собирал голоса, те, кто говорил с избирателями, получили только по состоянию на 18%. Наши гости. Вадим Рабинович, оппозиционный блок, Сергей Власенко, Батькивщина, пан Андрей Порубий из Народного фронта. Я хотел вас спросить, вот как изменятся эти цифры в зависимости от того, когда мы поймем, кто из мажоритарщиков прошел в Раду? Я хотел все-таки ответить еще пану Порубию, который так легко поделил нас с Украиной на проукраинскую и пророссийскую. Я думаю, что это абсолютно неправильный подход. Я думаю, что оппозиция, в первую очередь, проукраинская, а не какая-то другая. Я думаю, что сотни тысяч людей, отдавших голоса оппозиционному блоку, не надо называть про какими-то. Я думаю, что демократия не в этом. А кто из нас настоящая проукраинская армия, партия, давайте посмотрим месяца через четыре. Поэтому я видел очень многие партии, которые приходили к власти у нас в стране, проукраинские в вышеланках, а потом сбегали куда-нибудь дальше. Поэтому не надо нас делить на прорусских, проукраинских. Мы все проукраинские. Мы все, и оппозиция, и власть должна быть проукраинская. Мы должны думать об интересах украинцев. Но нельзя донечан, харьковчан, одесситов сразу впихивать в прорусский или в какой-то мешок, потому что они не голосуют сегодня за власть. Мы все украинцы, и то, что нам не дали проголосовать 3,5 миллионов, это очень плохо. И то, что явка 50%, такая подведенная, что половина страны не голосовала, это тоже плохо. Запуганные люди. Поэтому голосовалось за оппозиционный блок намного больше людей, но это не про русские, не про румынские, это все про украинские люди. Хорошо, как бы ни голосовали, да, пожалуйста. Я згадую, згаду было мое прізвище. Вы знаете, я згадую Харьковские угоды, когда партия региона выдавала Чарморский флот России. И это в великой мере стало причиной того, что это было в Крыму. Я згадую законы 16 сечня, когда голосовала партия регионов. Я вот и подходил и сказал, вы проголосуете не за закон, вы натискаете курорт пистолета в тех хлопцев, которые стоят на Майдане. Но все равно проголосовали. Потому что когда я говорю, что те люди, которые идут сейчас в области, это те люди, которые сганьбили свое пребывание в Верховной Раде, те, кто голосовали. Вы же со мной разговаривали. Вы не должны были в Загрине балотовать. Но это второй вопрос. Надо большое дело делать. Все, кто 16 сечня голосовали за Гримм, не в Верховной Раде, не в Украинской политике. Во-первых, это ваше мнение. Я говорю свою думку, которая показана фактами. Давайте выкинем Украинский архивный вопрос. Это только питание часу, когда мы видим украинские политики. Дорогие гости, я не могу сказать, как вы будете украинцы говорить, если вы вот здесь, в студии, первые минуты после... Я закончу, потому что мы с ними не будем думать про коалицию. По мажоритарникам, я скажу, будет такое же самое отношение, я думаю, как есть и в процентном отношении. Я за выборы проехал в большинство областей, мав понад 200 случаев. Я могу сказать, что от Народного фронта, в частности, где величезная кальция сильных кандидатов, я думаю, что от нас, кальция мажоритарников, процентно будет так же, а, возможно, даже больше представлена в Верховной Раде Украине. Сергей, как вы считаете? Вы знаете, была заявка Министерства внутренних справ про то, что больше 140 криминальных справ было порушено за период передвиборчей агитации, за подкуп выборцев. На жаль, на этих выборах мы побачим, чи на счастье, мы побачим, чи є у украинцев сегодня щепление против коррупции, политической коррупции, чи готовы украинцы продолжать голосовать за гроши. Мне непокоить ця цифра, и мне непокоить трошки и другая цифра. Если я не помиляюсь, снова-таки, близко 140 депутатов, которые голосовали за законы 16 сечня, повторно балотировали на этих выборах в парламент. И только за последствием остаточного подрахунка голосов мы побачим, чи эти депутаты украинцев украинцев по партийных списках, или нет. Я так дещо настороженно отношусь к этому, потому что мне известны примеры того, что сейчас происходит в Одессе. Мне известна несколько других примеров, где те люди, которые голосовали за законы 16 сечня, скорее всего, попадут в Верховный Агент. Давайте там далеко не заглядывать. В ночь выборов мы все-таки пытаемся разобраться с тем, кто проходит, каковы последствия. У нас есть мой коллега Евгений Киселев сейчас на связи из штаба блока Петра Порошенко. Важная тема, которую я хотел бы обсудить. Дело в том, что... Дело в том, что сегодня Александр Турчинов заявил, что новая коалиция должна быть создана как раз на основе Народного фронта. Евгений, а как комментируют вот это заявление в блоге Петра Порошенко в вашем штабе о том, что именно Народный фронт должен стать стержнем новой коалиции? Были ли какие-то комментарии? Ну, комментарии, скажем так, уклончивые. У меня такое ощущение, что пока над возникшей сейчас ситуацией люди размышляют. Ну, если бы не было определенных разногласий, определенных противоречий между разными группами интересов внутри нынешней политической элиты Украины, вот этой постмайданной политической элиты, то и не было бы двух разных предвыборных списков. Списка партии блога Петра Порошенко и списка Народного фронта. Наверное, был бы один единый список. Но мы имеем ситуацию, когда все-таки есть разные группы интересов, как говорится, на политологическом языке. И сейчас, как мне кажется, люди просто пытаются осмыслить новую реальность, которая возникла в результате того, что блог Петра Порошенко набрал чуть меньше голосов, чем многие ожидали, а Народный фронт, в свою очередь, набрал чуть больше голосов, чем ожидали многие. И, конечно же, все это будет решаться по итогам голосования и подсчета голосов в мажоритарных округах. Потому что совершенно не исключено, что блог Петра Порошенко получит значительно больше голосов в мажоритарных округах, чем Народный фронт. Или, наоборот, Народный фронт получит больше голосов, чем блог Петра Порошенко. Поэтому все это, наверное, будет решаться где-то уже в понедельник или даже во вторник, когда будут окончательно ясны результаты подсчета голосов в одномандатных округах. Вот примерно такие разговоры здесь ходят. Ну и, разумеется, если говорить, скажем, о кандидатуре премьера, ну, я не хочу называть конкретно имена тех людей, которые мне об этом говорили, но обстановка примерно такая, или, скажем так, настроение примерно такое, что, разумеется, после того, как Народный фронт показал тот результат, который он показал, высокий результат, конечно же, приходится с этим считаться при определении кандидатуры нового главы Кабинета Министров. Евгений, спасибо за ваше включение. Я напомню, что к Евгению Киселеву на нашу вторую площадку в штаб-блок Петра Порошенко весь сегодняшний вечер будут приходить политики. Только что у нас Арсен Аваков появился на связи. Как мне удобнее стать, чтобы было видно гостя. Вечер добрый. Слышь на нас? Господин Аваков. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, я хотел вас попросить в первую очередь прокомментировать информацию, которую мне буквально только что в студию принесли, о том, что на блокпостах будут менять военных на пограничников. Для чего это делается? Что происходит? Вы могли бы прокомментировать? Я думаю, что комментарии вдоль линии военных действий будет давать Генеральный штаб. Это будет и корректно, и правильно. А я давайте вам скажу свежую информацию по 217 округу в городе Киеве. Там у нас происходят неординарные события. Голова окружной выборчей комиссии решил провести некоторые манипуляции с компьютером и системой выборы в попытках повлиять на голосование. Факт был изоблечен. Сейчас следственная группа СБУ и МВД проводят задержание этого товарища. И я хочу на этом факте сказать всем, кто сейчас меня услышит, это очень важно для всей страны. Всякий, кто будет манипулировать выбором народа, всякий, кто будет пытаться вмешаться в волеизъявления, или через подкуп, или через манипуляцию с протоколами, или через манипуляцию системы компьютерной, как это было в этом случае, будет наказан в соответствии с жестким наказанием, которое предусмотрено новым законодательством. Здесь за такое нарушение до 8 лет тюрьмы. Я надеюсь, что этот случай будет единичным. Однако в том же 217 округе, там где баллотируется один небезызвестный, одиозный кандидат, у нас появилась группа тетушек, группа людей из общественных организаций с автоматическим оружием. Люди эти были локализованы, сейчас они находятся в райотделе, допрашиваются и тоже будут оформляться на задержание. Господин Уваков, спасибо. У меня по поводу выборов, к вам есть еще вопросы. Скажите, я понимаю, что вы будете претендовать на то, чтобы именно представитель вашей политической силы стал премьер-министром. Какова цена вопроса? И вот вы лично, вы планируете остаться министром внутренних дел? Политическая партия «Народный фронт» не скрывала от страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Ценек. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коалиционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, независящую от вчерашних коммунистов и к ним припнувших. Так вы рассчитываете все-таки остаться министром внутренних дел? Я рассчитываю, что наша партия будет достойно представлена в правительстве. А состав министров, я думаю, что мы определим на совете коалиции. В этом нет никакой проблемы. Тот, кто будет продолжать реформы МВД, которые мы стратегически утвердили несколько дней назад, тот человек и будет министром внутренних дел. Поручат мне – буду я. Спасибо большое, что присоединились к нам. У нас у Евгения Киселева на площадке есть сейчас Юрий Луценко, у которого наверняка свой взгляд на будущие кадровые вопросы, на состав правительства. Юрий Луценко, я готов передать слово вашей площадке, вы можете поговорить с гостем. Спасибо. А мы уже в эфире, Дмитрий? Да, вы всегда в эфире, вы с нами всегда, мы готовы сейчас... Извините, просто здесь очень громко идет трансляция... Я вас понял, я вас понял, просто извините, тут очень громко идет трансляция пресс-конференции, которые продолжаются одна за другой. Вот сейчас закончилась пресс-конференция, или, скажем так, брифинг Мустафы Джамильева. А вот сейчас у меня действительно рядом со мной появился Юрий Луценко, и к нему несколько вопросов. Вы уж извините, Юрий Витальевич, за то, что, может быть, некоторые вопросы будут повторять те, которые вам задавали во время брифинга. Итак, чем вы объясняете такой результат? Все-таки многие ожидали, что ваш результат будет выше. Я думаю, что сегодня мы имеем очень хороший результат. Украина провела честные выборы и создала мощную проукраинскую и проевропейскую большинство в парламенте. Этот результат радует всех, кто год назад начинал перезагрузку украинской власти и добивался европейской интеграции. Касательно блока Петра Порошенко, то мы получили ровно тот результат, которого стартовали, и мы в большой конкуренции с нашими коллегами удержали свой процент и свое первое место. Да, правда, что мы могли иметь несколько больший результат, но с времен президентской кампании мы сознательно не ввязываемся в противостояния, не отвечаем на наявные и даже придуманные воины компроматов. Может быть, мы потеряли несколько процентов, зато создали прекрасную площадку для работы, как единой команды уже с первого дня. Без обид, без противостояний, без внутренней сплоки. Ну вот смотрите, Александр Турчинов, один из лидеров Народного фронта, заявил о том, что именно на основе Народного фронта должна быть сформирована коалиция, новое правительство, которое должен возглавить Арсений Яценюк. Как Вы к такому заявлению относитесь? Я считаю, что новая коалиция должна создаться не на основе любого политического списка, не на основе любого самого чудесного политического лидера, а на основе плана работы. Нам нужно не противостояние ярких личностей. Это уже погубило демократу в 2005, 2007 и 2010 году. Нам надо конкретный план европейских реформ, за который возьмет на себя обязательства парламентское большинство и будущее правительство. Вот тот, кто подпишет конкретный календарный перечень необходимых реформ, тот и станет будущим парламентским большинством. А кто... Извините, я Вас перебью, но не совсем понимаю. Имеется в виду конкретные люди, которые подпишутся под этим планом, или политические силы? Калиционное соглашение готово. В нем прописано более 60 реформ, предусмотрен механизм ежемесячного отчета парламентского большинства и правительства за их исполнение. Сегодня избиратели дали возможность сформировать такое большинство блоку Петра Порошенко, Народному фронту, самопомощи, свободе, другим партиям, вышедшим из Майдана. Они должны сегодня принять для себя решение. Что для них важнее? Личные партийные квоты, личный эгоизм на основе кто кем станет, или все-таки что станет со страной? Я считаю, что избиратель требует от нас единства и командной работы по внедрению конкретных реформ, а не игры в то, кто будет на какой должности. Но все-таки, Юрий Витальевич, единства не было, если так положа руку на сердце, потому что если бы было полное единство, то бы был некий общий список, а не отдельно список Петра Порошенко, отдельно Народного фронта, отдельно Баткевщины и так далее. Веренье, у нас в предложении вашего вопроса есть просто уточнение к Леониду Центра. Какова цена вопроса по поводу премьер-министра и планирует ли вот наш гость, планирует ли он стать министром внутренних дел? Мы только что в соседнем экране, просто на соседнем включении говорили с Аваковым, он не исключает своего назначения. Каковы планы у Юрия Витальевича? Вы слышите? Мои планы содействовать тому, чтобы коалиционное большинство под конкретный план европейских реформ создалось как можно быстрее. Личные амбиции на третьем, а может быть и пятом плане. Но все-таки вы допускаете, что вы возглавите в новом правительстве Министерство внутренних дел? Я считаю, что это только решение команды говорить о том, кто кем станет, можно лишь после того, как будет подписано большинством парламента план реформ. И вот тот, кто подпишет это соглашение, тот и определится с исполнителем этих реформ в Комбинете Министра Украины. Но все-таки кто будет решать вопрос о кандидатуре нового премьера? Нынешнее правительство просто по конституции должно сложить полномочия перед вновь избранным парламентом. Ведь так? Уже сейчас партии, которые получают большинство в парламенте, приступают к консультациям с тем, чтобы подписать коллекционное соглашение. И это главная задача. Раздел протфеля меня не волнует. И как бы не хотелось вам сейчас организовать противостояние и какую-то игру амбиций между союзниками, это не получилось в своем выборе и не получится сейчас. Я, например, совершенно не хочу никакого противостояния организовывать, но я, как, если угодно, сейчас, в эту секунду, представитель интереса простого телезрителя, задаю вопрос, который, наверное, у любого человека есть, который смотрит сегодняшнюю нашу программу. Останется этот премьер-министр, в целом это правительство или придут новые люди? Евгений, неужели вы думаете, что простому избирателю волнует, кто будет министром внутренних дел? А мне кажется, его волнует, будет ли реформа МВД, которая приведет к некоррумпированному, сервисному, обслуживающему население органу. Неужели вы думаете, что его волнует, кто станет вице-премьером? Нет, его волнует увеличение полномочия самоуправления. Вам не кажется, что у простого избирателя накопилось некое, ну, недовольство, скажем, темпами реформ и экономической ситуации в стране, и у них могут быть вопросы. А, слушайте, в этом не виноват ли, скажем, нынешний премьер-министр? Да, безусловно, мы чувствовали не то, что неудовольствие, а просто отчаяние людей. Люди требуют перемен. Но люди очень четко подемонстрировали. Поддержав партию президента на первом месте и партию премьер-министры на втором месте, они продемонстрировали подход к необходимости совместной работы этих двух партий Майдана. Они не делают между нами особой разницы. Они требуют от нас совместной работы и результата. И вот почему я говорю не о фигурах, не о назначениях, а о конкретике того, что нам предстоит сделать. Огромное количество необходимых европейских реформ, которые изменят страну важнее, чем то, кто будет министром или вице-премьером. Честное слово. Ну что ж, тогда мне остается пожелать вам только хороших результатов. Спасибо. В студии передаю вам слово. Евгений, спасибо большое. Напомню, наша вторая площадка в штабе блока Петра Порошенко и еще многие политики за сегодняшний вечер придут к Евгению Киселеву. Ну и все-таки давайте зафиксируем важный момент. Ну вот только что, магия прямого эфира. Мы говорили и с Арсеном Аваковым, и с Юрием Луценко. Оба политика все-таки не исключили то, что они могут возглавить либо Министерство внутренних дел. Окей, мы продолжаем. А с людьми после Майдана важливо вести диалог и отображать в представлениях те настроения, которые есть в суспільстве. И поэтому я хотел бы сказать, что интрига спадет после того, как через ночь спадут эмоции некоторых политических сил. И мы очень быстро сможем выйти на результат и начать активное европейских реформ. Слово для позиции, можно? Да, пожалуйста. Вот вы как эти цифры, как эти сроки, обещания прокомментируете? Вы думаете, что все так тоже быстро будет? Я надеюсь, что будет очень быстро. Так. Потому что в тех условиях, в которых находится сегодня Украина, это без власти ничем хорошим не закончится. У власти сегодня целый ряд первоочередных задач, которые они должны реализовать. Мы, безусловно, им будем это постоянно напоминать. Вопрос, который сегодня первоочередной, и они обязаны его решить, это компенсация нашим гражданам инфляционных и девалюционных потерь от роста цен, в первую очередь, от роста тарифов и от обесценивания гривны. И мы начнем дискуссию по этому вопросу уже при формировании бюджета на следующий год. И поэтому мы хотим увидеть наших оппонентов, а для нас они одно целое, а для нас они одно целое еще до 2005 года. Мы их хорошо помним, по сути ничего не изменилось, только один пропал, который был Ющенко. И мы хотим видеть власть, которая отвечает, а, поверьте, оппозиция не будет бояться. Сергей, а вы согласны с коллегой в том, что именно с этого стоит начинать с компенсацией? Ну, вы знаете, я бы, как минимум, не тягался в вопрос, сколько людей у кого пропало из политической арены. Это, по-перше. По-друге, я считаю, что, конечно, в первую очередь, нужно думать не про портфель, не про склад уряда, про что говорили коллеги. Треба думать про то, как найшвидше запустить механизм реформ, потому что 9 месяцев люди ждут реформ. Их треба начать, все ситуации. И, конечно, все коалиционные перемоги будут идти навколо того, какой пакет реформ будет запропонован для обговорения, как та база для создания большинства, про которую мы говорим. Но я бы повернулся к вопросу, которое мы начали говорить после перерывы, а именно мажоритарники. На самом деле, не такая простая ситуация с мажоритарниками. Я еще раз назву цифру. Близько 140 депутатів седьмого скликань, которые голосовали за закони 16 сечня, на жаль, балотируются до этого парламента. Поэтому давайте дочекаемся остаточных результатов, и тогда будем говорить про остаточную конфигурацию украинского парламента. Я очень надеюсь, что она остается проевропейской, она остается в том формате, о котором сказал мой коллега Андрей Парубий, что будет больше всего 300 голосов, но для этого, на жаль, есть большинственные загрозы. Как вы считаете, мы начали с вашими коллегами обсуждать, все сегодня говорят о цифрах экзотполов, но есть еще мажоритарники, как они повлияют на ситуацию, на сколько изменят цифры. И самое главное, простите, а кто все-таки, по-вашему, будет премьером в результате? Народный фронт? Я хотел бы поблагодарить всех наших граждан за то, что они выполнили свой гражданский долг. Ведь выборы – это конституционное право. А сегодня прийти и проголосовать, особенно на Донбассе, а я был там три дня назад, это очень непросто. Конечно, эти выборы изначально носили манипуляцию, характер, потому что около 6 миллионов наших граждан не смогли физически принять участие на этих выборах. Это наши граждане Украины в Крыму и, конечно же, на Донбассе. И если бы там были голосования, то и коммунисты были бы в парламенте. И, конечно, оппозиция была представлена по-другому. Но я благодарен каждому гражданину Украины, который пришел и проголосовал. Независимо от того, за кого он голосовал, и в первую очередь на Донбассе. Это было страшно и даже опасно. Неожиданно стрельба сегодня разразилась в Днепропетровской области. Я думаю, или Аваков, или Луценки, или кого назначат министр внутренних дел, скажут нам, кого же там стреляли и кого убивали. И почему Днепропетровская область остановилась в своем движении избирательном. Мы видели, там была большая пауза, люди просто боялись идти голосовать. А на Донбассе изначально это было очень непросто и страшно. Но люди проявили гражданскую сознательность, проявили смелость. И еще раз большое спасибо. Теперь, что касается мажоритарщика. Я всегда был против мажоритарной системы. Потому что мажоритарщики это такая субстанция, это такое... Я сам был мажоритарщиком. Мало времени, я очень вас прошу. Это очень непростая ситуация в парламенте. И она может сыграть интересную гримасу. Но я желаю власти сформироваться как можно быстрее и взять на себя ответственность. А мы эту ответственность будем с власти требовать. Следующий момент... Я по примеру только скажу. В принципе, кто будет примером, сегодня это вопрос второстепен. Есть власть в лице лидеров политических сил, которые будут нести ответственность за ситуацию в стране. Субъекты, которые сформируют коалицию, они будут нести ответственность. Я не исключаю личностных конфликтов. Я уже их вижу. Дай бог, чтобы они их хотя бы на каком-то этапе смогли избежать. Потому что сегодня говорили о реформе, говорили о всем. По крайней мере, то, что я слышал. Не сказали о главном. Я не перебывал. Когда голосовали за Чорноморский флот в зале, и я тогда был, и ты тогда был. Когда с кулаками, когда с боями проламили эту ситуацию. Это и есть следствие того, что произошло. Ратификация угоди про Харкевские угоды. Когда сдавали информационный простор. Вы призвели до того, что есть в Донецке, в Крыму. Вы отвечаете за то, что наши парни, наши поврятели там на передовой гинут и сегодня ранены. Поэтому вам нужно было бы первое время на эфир выйти и извиняться перед этими украинцами. И покаяться. А потом давать разумы с точки зрения того, какой будет Украина. Я говорю вещи, которые мы все помним, которые были не так давно. Мы разберемся, кто будет премьер-министром. Мы выяснимо самостоятельно это. Я думаю, без тех, и тех, и торгов. И не надо тоже говорить про тех, кто пропал. Потому что когда он был в Котинне, и я увидел, что это было публично. Там было много членов вашей фракции, включаясь с Януковичем. Не надо говорить, кто кого втратил. Пан Андрей, я хотел просто вам сказать, что когда вы говорите, что мы разберемся, кто будет премьером, мне, как человек, который представляет глядача, очень хотелось, чтобы это было публично. А я объясню. В общем, мы разберемся в межах коалиции. И я наголосил в предыдущем меседжи, наголосил на том, что это будет с врахованием суспільной думки. И это самое главное. Потому что когда я говорю про рекламатуру премьер-министра, а почему я считаю это важным? Чтобы мы быстро пройшли этот этап. Я говорил про человек, Ясенюка, который имеет наибольшую суспільную поддержку. И это, до речи, будет наш главный аргумент, когда мы будем вести дискуссию про тех, кто имеет эту посаду заняты. Суспільная думка, суспільная поддержка. И, в общем, так должна будет строиться влада после Майдана. Только что мне сказали, у нас появилась связь с штабом Батьковщины. Давайте мы выведем Бориса Терасюка, который с нами на связи. И я готов дать вам закончить. Да, пожалуйста. По поводу пока это все равно. Вы сейчас влада. И вы можете сейчас сделать так, чтобы за подсумками вашей работы, вы не про бронетранспортеры и танки думали, а про врожай, про теплые осели, про то, чтобы на электростанциях было гугли, и был газ, и чтобы люди не боялись холода. Это не важный речь. Андрей, подождите мне в очи, всю войну, всю войну, на жаль, профукали вы. Ей можно было не допустить. Вы знаете, давайте мы в этой тональности разговаривать будем. Ночь выборов, мы подводим результаты. Если политики, которые проходят, я надеюсь, что все проходят, новый Верховный Совет, вот прямо сейчас, в первые секунды, начинают ругаться. Я могу только представить, хотелось бы все-таки, чтобы вот уже прямо сейчас вы себя вели парламентский. Две короткие реплики, я не втручаю. Писай Бориса, Писай Бориса. Пан Борис Тарасюк, у нас ваша однопартия все-таки, у нас включение штаба Батківщины. Скажите, кто, по-вашему, будет новым министром иностранных дел? Какие ваши прогнозы? Это будет решать коалиция, которая, на мою думку, будет нараховывать больше, чем конституционную большинство. Попросы премьера еще не решены. Поэтому говорить рано про то, кто будет и каким министром, думаю, что про это мы узнаем в ближайший тиждень-два. Доброе, скажите мне, пожалуйста, а если мы не говорим про конкретных политиков, про конкретных министров, какие партии, на вашу думку, сформуют коалицию? На мою думку, прежде всего, кистяк будущей коалиции и демократичных сил будут складывать партии, которые проявили себя на Майдане. И эти партии, которые сегодня складывают первое и третье место, то есть блок Порошенко, Народный фронт, самопомощь, Свобода и Батьковщина, на мою думку, это будут логичные участники будущей коалиции и демократичной большинства. Скажите, коалицията, насколько она затягнется? Те, кто нас сейчас смотрит, они про это думают. Это будет долгий процесс? Это, в принципе, так, как говорил президент. Будет коалициейная угода. В неделю, вторую, середину мы получим результаты. Ваш прогноз. За мою практику участия в подготовке коалиционных угод, я еще не помню такого, чтобы за день-два после выборов были коалиционные угоды. Если это станет, это будет большая несподима для украинской политики. Я думаю, что коалиция и коалиционная угода появятся не раньше, чем через неделю-два. Спасибо большое. Борис Старасюк был с нами на связи. Из штаба Батьковщины к нам подъезжают гости, подъезжают буквально каждую минуту. Я вижу, что Олег Лешко появился в студии. Олег, здравствуйте, проходите. Я готов, да, пожалуйста. Я переконанный в том, что партия Батьковщина будет наполягать не только на том, чтобы это все быстро произошло, а на том, чтобы это произошло фахово и профессионально. Потому что на тех партийных квотах, на которых мы уже строили уряды, на жаль, уже доведено, что это неэфективно, это неправильно, это нелогично и так далее. Поэтому говорить и обговорювать треба не только посады, фигури на посадах, а скорее, треба обговорювати принципи, политическую мету, политические завдания, которые будут стоять перед Коаліцией. Я переконанный в том, что перед Коаліцией будет стоять завдание, как не быстрее, запроваджение в повном обсязе угоди про асоциацию, а не перенесение ее аж на 2015 год. Перед Коаліцией должно стоять завдание начать шлях Украины до НАТО как единоможной системой коллективной безопасности. Перед Коаліцией должно стоять вопрос о борьбе с коррупцией, реальной, а не мифической борьбе с коррупцией. Конечно же, перед Коаліцией должно стоять в первую очередь вопрос о безопасности нормального доброводства людей. Единее, в чем я не согласуюсь с представителем оппозиционного блоков, это в том, что мы сегодня не должны говорить про танки. Мы, на жаль, должны говорить про танки. Но эти танки должны быть качественными. Наши солдаты должны быть в дягнуте. Наши солдаты должны быть обеспечены в полном обществе для того, чтобы восстановить мир на Донбассе и восстановить мир на Луганщине. Дякую, что вы в вашей студии. Я говорю, я категорично против пиару на фоне танков и бронетранспортеров. Вы про все сказали, пане Сергей, но не забудьте, как будущий член Коаліцией, перед тем, что вы сказали, нужно регулировать одно вопрос. Стало мир. Потому что, если не будет мир, то все это, что вы сказали, оно не будет. Я вам... Коллеги, давайте вы не будете спорить. Я не буду спорить. Спасибо большое. Я просто відповім, Сергей, очень дорого времени. Спасибо, что вы используете. Действительно, требует восстановить мир. Единственное вопрос, как это сделать, в какой способ это сделать, каким образом это сделать. Не за автоматами и не на танках. Но не сдаючи, жодную пиаде украинской земли. Олег, вы к нам пришли... Я как-то так... Счастливым. Счастливым. Скажите ваш результат, если можно. А есть у нас слайды по поводу... Что, одной тумбочки мал? Замечательно. Давайте вернем еще раз результаты экзитполов и вот вместе в студии, в том числе с Олегом Лешко, их прокомментируем. Итак, у нас есть данные, которые обновились. Это данные по состоянию на 8 часов. То есть, в принципе, вот это окончательные данные. Не данные подсчета голосов, но окончательные данные экзитпола. Итак, согласно этим данным, напомню, экзитпол эксклюзивно проводили по заказу нашей программы, нашей редакции. Блок Петра Порошенко получает 23%. Партия Народный фронт 19,5%. Партия Самопомощь 11,7%. Оппозиционный блок 9,9%. Радикальная партия Олега Лешканыша на 1,2,3,4. На пятом месте на данный момент 6,6%. Партия Свобода 5,8%. И партия Батькивщина 5,5%. Напомню, результаты не окончательные, но вот это последние данные экзитполов. Олег, а почему произошло, что вот согласно этим данным, вы на пятом месте, вам все прочили второе, третье? Для меня это тоже вопрос. Конечно, мы рассчитывали на результат, как минимум тот, который давала нам социология. Но однажды мы считаем, что этот результат тоже чудовый. Это победа радикальной партии. Мы имеем фракцию в парламенте. Мы будем отстоять интересы наших выборов, миллионов людей, которые за нас голосовали. Чем объяснить этот результат? Я думаю, что в первую очередь, я виновен в этом результате. И мой штаб-політик должен признать свои ошибки. Я думаю, что это результат моих ошибок. Очевидно, я недопрацювал. Очевидно, штаб недостатньо працювал. И мы не смогли переконать людей больше, чем те, которые за нас голосовали. Это первое. И второе, это брудные технологии, которые использовались на выборах, когда постоянно брехали, постоянно поливали меня брудом и не давали возможности спростовать. И третье, значная часть людей не мала возможности проголосовать, в частности на Донбассе. И я считаю, что это влинуло на результат выборов. В частности, были позволены возможности голосовать участники войны на Сходе, особой складкой батальона Айдар, батальону Луганск-1, батальону Святого Дева Мария и других добровольчих подразделений. В целом, больше 20 тысяч військовослужбовцев на Сходе не мали права проголосовать. Я считаю, что это аморально, что эти люди, это в некотором плане, даже морально делегиматизируют выборы. Потому что, когда защитники и отчизны были позволены право голосовать, это неправильно. Это аморально. В целом, вы считаете, что выборы были честными, что выборы состоялись? Конечно, нет никаких подставок сказать, что выборы не произошли. Я считаю право людей, хотя право людей выбирать, мы за это на Майдане и боролись. Бо если бы сейчас при владе была банда Януковича, мы бы не выбирали, а нам бы просто призначили и парламент, и президента. Но одновременно, конечно, меня удивляются результаты выборов, в частности, что до первого, что до второго места. Ну, значит, людям подобается долар по 15 гривен за долар. Людям подобается, очевидно, влаштовое 19 гривен за литр бензин. Сегодня я с мамой встречаюсь, за двокімнатную квартиру, моя мама показывает платежку 740 гривен. Это при том, что у нее пенсия 1100. Очевидно, миллионы людей, которые голосовали за Яценюка, за Порошенко, их, видно, влаштовывает. Платежки по 700 гривен, долар по 15 гривен, литр бензина по 20 гривен, вода на 60% дорожья. Ну, значит, людям, очевидно, влаштовывается политика. Я думаю, что в оппозиции мы будем одни. Я говорю не про оппозицию, Нестор, я говорю про реальность жизни. Мы только что про это говорили. Я тоже, здиво, нечестно говоря, такой поддержкой у влады, но я поясню это трошки иншим, что саме біля, реально, 4 миллионов на Донбассе, которые 100% мали право голосовать, не смогли это сделать. А решта, 2 миллиона, не смогли просто прийти, их залякали. Тому и такая маленькая явка, и тому таки великий показник. Это маніпуляция ревматичная, на жаль. Но это еще тоже не остаточные данные, потому что мы уже имеем попереднюю информацию, что много людей, которые отвечали под час экзит-поли, просто боялись говорить, что они голосуют за оппозиционный блок и за другие оппозиционные силы. И я считаю несправедливым то, что в Луганске, в Криму и в Донецке, в первую очередь в Луганске и в Донецке, не голосовало, там значная поддержка оппозиционного блоку и, до речи, комуністы. Комуністи, как бы Донецк и Луганск проголосовали в полном порядке, они были представлены в парламенте. Это правда, что 5 миллионов людей на Донбассе не мало возможности проголосовать, но так же правда, что они не могли возможности проголосовать, потому что это окупованные сьогодні территории российским агрессором, а окупованные потому что банда Януковича довела страну до войны, до расколу, до российской окупации. Олег, я всех сегодня спросил, я еще вас не спросил. Скажите мне, скільки триватиме коалицията? Пан Ляшко обрался до Верховной Ради и все предыдущие присутники обрались в 2011 году до Верховной Ради. Давайте мы таки на землю повернемося. Скажите мне, скільки триватиме коалицията? Кто будет премьером? И какая цена премьерства, что на кону? Вы людина, яка не ховается за формулюваниями? Можете мне честно сказать? Самое потому, как человек, который не ховается за формулюваниями, я вам скажу, что мне до лампочки все эти поделы посадки. Меня они абсолютно не цікавят. Мы шли до парламенту не за посадками. Вы пойдете в коалицию? По живым побачим. Дивлячись, на каких принципах она будет формироваться. Если это будет червовая коалиция, которая дилитиме посадки и квоти, я в этом деребане участи брать не буду. Люди выбрали меня, потому что те миллионы, которые за меня проголосовали, они хотят радикальный изменения в жизни страны. Вот для чего я туда иду. Но брать участие в распределении посадки я не буду. Нам не нужно посадки. У нас есть принципы. Мы вважаем кілька ключевых вопросов, которые должна рассчитывать Верховная Рада. Податковая реформа. Это для того, чтобы заработать ставку на маленький и средний бизнес, снизить податки. Другое вопрос. Знижение пенсионного века для женщин до 55 лет. Третий вопрос. Заборона продажи на сельско-господарский земель. Четвертое вопрос. Членство Украины в Евросоюзе и в НАТО. То есть наши принципы. Мы можем сейчас почути, что в Москве думают, относительно тех принципов, которые вы сказали. И, в частности, по поводу членства Украины в Евросоюзе и в НАТО. Наверняка в Москве, когда следили за этими выборами, кто-то следил с воодушевлением, потому что далеко россиянам до таких выборов, но кто-то следил абсолютно с другими чувствами. Дмитрий, есть ли связь с Москвой? Там Данил Русаков должен быть в эту минуту. Да, Дмитрий, я здесь на прямой связи. О, все замечательно. Ну, просто у нас сегодня такой достаточно сложный эфир, когда не знаешь, что будет в следующую секунду. Спасибо большое, что присоединился. Скажи, пожалуйста, ну, а как в Москве комментируют то, что происходит сегодня в Киеве, да и по всей Украине? Ну, на самом деле украинские выборы для Москвы это что-то необычное, они живые, они с интригой, действительно, результат непредсказуемый. Такого здесь как минимум последние 10 лет уже не было, и поэтому действительно это что-то необычное. Но, собственно, как бы, что касается официальных российских властей, то они делают вид, что как будто бы это их не заботит, и, в общем-то, судьба украинских, судьба украинских выборов их не волнует, но это в какой-то мере лукавство. Вот, в частности, глава Кремлевской администрации Иванов заявлял несколько, вот буквально дней назад, это было накануне, что якобы, когда ему задали вопрос признаете ли вы украинский выбор, он сказал, что ну, в общем-то, не беспокойтесь, признаем. Собственно, этой формулировкой все и ограничилось, а, допустим, когда во время так называемого дискуссионного клуба Валдайск в Сочи к Путину тоже часто обращались с украинскими вопросами, он их, в общем-то, не сильно много не говорил, говорил, конечно, по традиции про аннексированный Крым, но и, собственно, все остальное было посвящено уже не столько Украине, сколько стандартным великодержавным формулировкам. Что касается российской прессы, то, действительно, она все вот эти высказывания российских политиков особо не тиражировала, но, в частности, один из рупоров Кремля, газета «Комсомольская правда» опубликовала заметку, и, собственно, я сейчас даже позволю себе процитировать, как она называлась, обращусь к первоисточнику. Дело в том, что сам заголовок стадии очень интригующий. Значит, украинцы выбирают между партией мира и партией войны. Одним из основных комментаторов выбрали Сергея Маркова, это известный политолог, любимый политолог Путина, и вот, в частности, он там делает вывод о том, что ему кажется, что якобы Украина поделена на две части, причем одну он смело назвал националистическое и антироссийское, а вторую часть он назвал почему-то демократичной. И что самое интересное, то дальше, собственно, тот же самый политолог сообщил, что ему, как бы по большому счету, кажется, что у этой так называемой второй части нету особо каких-либо перспектив для голосования. Ну что ж, там многие заметили в этом тексте огромное количество фактических ошибок, и опять-таки обращусь к источнику для того, чтобы их привести. В частности, речь идет о том, что вот это вот замечание Маркова, оно мало похоже на название заголовка, который был, собственно, употреблен, что вызвало большую дискуссию относительно того, вообще присутствует ли какая-то логика в этом тексте. Однако, но по большому счету, видимо, для пропаганды это не сильно и важно. Так отметились политики и прокремлевские политологи примерно такими заявлениями. Российская оппозиция, кстати, тоже следила за выборами. Их живо интересуют те события, которые сейчас происходят в украинском государстве. Я предлагаю послушать комментарии, которые мы смогли получить от представителей российской оппозиции на этот счет. В отличие от российских выборов, практически все оппоненты новой власти были допущены к голосованию. Они все провели довольно динамичные избирательные кампании, вложили много денег в свои избирательные кампании, не было никаких особых препятствий. Они были и на телевидении, и билборды у них были. И, в принципе, конкурентность выборов не вызывает сомнения даже в Кремле. Спасибо, Данил Русаков, наш московский корреспондент, с нами на прямой связи. Ну вот, узнали мы о том, как относятся к украинским выборам в Москве. А у меня к вам бойный вопрос. Скажите, а как вы думаете, вот после этих выборов, когда уже пройден определенный рубеж, наладится отношение с Россией, есть хоть какая-то надежда? Давайте будем говорить откровенно, а другого пути нет. Причем, я понимаю, очень надо говорить, что там, вот в предыдущей студии у меня один из товарищей сказал, берите автоматы, идите в АТО. А я говорю, а давайте сделаем по-другому. Покладем автоматы, решим вопрос мирным путем и закроем АТО. Ведь по-разному уже можно урегулировать. Повоевать уже попытались. Десятки тысяч погибших, разрушена экономика и, к сожалению, это факт. Выборы прошли. Вы верите в то, что это реально? Более того, я знаю, как это сделать. И вы знаете, здесь мы будем открыты, мы будем в оппозиции. Я не представляю часть всех коалиций, но это для меня несовместимые вещи. Но мы будем бороться за Украину и за народ Украины и за единую Украину в границах 91-го года. Услышьте эту фразу, 91-го года. Ни одного квадратного сантиметра мы не имеем права потерять. Только в разные способы можно это делать. Мало кто знает, но представители оппозиционного блока во время избирательной кампании, просто мы уже не хотели об этом говорить, одни бы сказали, что пиар, другие бы сказали какие-то технологии. Но мы вели переговоры, чтобы в Украину из России завозили уголь с Кузбасса, участвовали, в том числе, и в консультациях по газу. И, конечно же, сейчас я надеюсь, что у власти руки будут развязаны, и Донбасса. А сколько возможно этот прямой диалог между Киевом, Донбассом, диалог с Москвой, о котором сейчас не страшно подоговорит? Диалог, конечно, должен быть, но не возможно установление нормальных соцсетов, пока Россия окупировала наш Крим, и пока российские войска перебывают на Донбассе. То есть главная предумовка для установления, для восстановления соцсетов, это извольнение Крима и Донбасса. Это безумовно. Что до механизмов, ну, целиком очевидно, есть два варианта. Или поднять руку перед врагом, або захищать родную землю. Вот наш обовязок захищать родную землю. О Криме и о международной реакции поговорим в районе десяти часов в третьей части нашей программы. Ну и главный вопрос, что все-таки заставит Россию признать эти выборы? Этот вопрос зададим ровно в десять после рекламы.